21 марта 1965 года. К Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция Ranger 9. Первые автоматические межпланетные станции, запускаемые к Луне, имели весьма скромную задачу – развить достаточно высокую скорость и пролететь достаточно близко к Луне, чтобы передать максимум информации. ВВС США провалили первые три попытки запустить к Луне АМС «Пионер» в августе, октябре и ноябре 1958 года. Но в конечном счёте армии США удалось обеспечить пролет космического аппарата на некотором расстоянии от Луны. Произошло это лишь после аналогичного успеха СССР. В 1959 и 1960 годах НАСА предпринимало попытки запуска ещё пяти более тяжёлых АМС «Пионер» с выступающими панелями солнечных элементов. Однако все носители Atlas Able потерпели аварии либо при статических огневых испытаниях, либо при запуске. В 60-х годах XX века НАСА приступило к совершенно новой программе разработки существенно более крупного стандартизированного космического аппарата, способного выполнить детальные исследования Луны и планет. Программа именовалась «Рейнджер» и первоначально предусматривала осуществление пяти полётов, двух испытательных и трёх эксплуатационных. После реконструкции системы в июле 1964 года был запущен аппарат «Рейнджер-7», полёт которого в отличие от предшествующих стал выдающимся успехом. Его результатами стали более 4300 высококачественных телевизионных изображений Луны, полученных перед контактом с поверхностью. А в начале 1965 года был запущен «Рейнджер-8», который передал свыше 7000 изображений лунной поверхности. 21 марта 1965 года к Луне была запущена АМС «Рейнджер-9». Спустя три дня аппарат врезался в лунную поверхность в кратер Альфонса. А за 19 минут до падения началась передача на Землю фотографий поверхности Луны. В итоге было передано 5814 кадров, первый кадр сделан на высоте 2363 километров, последний. Непосредственно перед падением американские телекомпании транслировали полученные изображения в прямом эфире.